Тема занятий у нас. Огневой способ взрывания. Огневой способ взрывания. Применительно к условиям весеннего паводка. Тобишь, подрывание льда и дробление ледяных заторов. Взрывным способом. Меры безопасности еще раз упомянули. Первое, что вы делаете огнепроводный шнур. Убедите в целостности. Визуально его покрублечь, чтобы не было чего. Входный рубеж. По команде старшего руководителя. На огневой рубеж Огамарш. Выходите на рубеж огневой. Распрезатачиваете. По команде приготовиться. Что делаете? Встали на колено. Положили заряд. Зажигательную трубку вставили куда-то в заряд. Взяли огнепроводный шнур, спичку. Вставили, подняли руку. Готов. Трещин, утолщение, утончение и тому подобное. Посмотрели. Нормально. Убедили. Все нормально. Посмотрели концы. Концы должны быть заводские. Если с завода приходят, вот здесь должны концы быть заделаны специальной мастикой. Видите? Мастикой нет. Почему и надо отрезать 10-15 см? Потому что на 10-15 см, возможно, уже порох, что? Отсырел. И не будет работать. У нас по АСП. Целое концы. Третья 3-15 см. 70 см? Да, да, да. Засекайте время. Один на одну. С одной стороны. По нижнему обрезу. Еще раз повторяю. У тебя хорошо получилось. У тебя хорошо получилось. Все. Больше не надо дожать. У тебя она отлично. Удоблена зажигательная трубка. Вот это вот правильно. Кровненькая юпочка. Маленький ободок. Нигде она не продавлена. Нигде она не повреждена. Мы делаем для чего? Для того, чтобы первое, электрокапсунт-детонатор не сцепался, не проведен. Второе, чтобы не попадало. Влага туда не попала. Значит, сегодня здесь отрабатывается огневой способ взрывания. Вот. Которые необходимы для того, чтобы для уничтожения ледовых заторов и дробления льда. И дробления льда. Вот сегодня я смотрел, да, допустим, показывали, как правильно обрезать вот шнур. Да вроде какая-то мелочь, а... Значит, я рассказываю. То, что они сейчас делают, это называется изготовление зажигательной трубки. То есть, при огневом способе взрывания, как способ замедления, чтобы сберечь жизнь взрывника, применяется огнепроводный шнур. Он горится со скоростью 1 см в секунду. Соответственно, от длины зажигательной трубки будет и соответствует время безопасности для удаления взрывника с места подрыва. Для того, чтобы произошло безотказное взрывание, должна быть правильно обрезан зажигательный, этот, огнепроводный шнур. С одной стороны, он обрезается под углом 90 градусов, с другой стороны, он обрезается под углом 45-30 градусов. Не менее 30, и не более 45. Это для чего? Для того, чтобы для удобства его поджигания. Потому что поджигание производится с помощью спичек обыкновенных, или же спичек сапера, или еще их называют спички охотника-рыболова. Все, на исходное. Отходи. Не успел, да? Все? Спасибо. Спасибо.